Здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поговорить, хочу рассказать, извините, хочу рассказать, как правильно ухаживать за грибком. Грибок немножко капризный, поэтому в принципе поначалу кажется, что это очень сложно, на самом деле нет. Ну, а его лечебных свойствах вы знакомы, это написано в интернете везде, и хочу сказать из личного опыта, это правда. И в моей семье он нашел большое применение, я также его использую везде вместо сметаны, и в мучные изделия, когда готовлю, и в салат оливье, везде, там где нужна сметана, там у меня теперь занимает место грибок. Так, сначала я хочу вам рассказать о своих приборах. Я использую два пластмассовых ситок и пластмассовую ложку, потому что грибок кефир это все-таки кислота, и взаимодействие с кислотой, особенно если грибок процеживает через железное, все-таки есть возможность, что он заболеет. Заболевание грибка можно определить таким образом, при примывании вы можете увидеть снизу толстую, жидкую, прозрачную, густую слизь, это уже начало заболевания. И когда масса грибка, которая должна находиться снизу, вы видите, видите, сыворточка, и вот здесь вот весь грибок, если вся эта масса поднимается кверху, сверху густо, а снизу жидко, это говорит о том, что у вас он заболел. Но его выходить можно, и очень легко, во-первых, поставить, скажем так, дня на 4 в холодильник, или же промыть его борной кислотой, особенно когда очень много такой слизи. Значит, готовность грибка определяется от того, как он отделяется от стенки посуды. Как видите, такая большая, густая, белоснежная смесь. Белоснежная, хочу заметить, потому что иногда он бывает желтоватый, иногда сыворотка поднимается, скажем, сантиметр кверху, это уже говорит, что это уже не кефир, а это уже перебродившая масса. Так, для этого у меня, я беру большое сито, а, забыла сказать еще, я грибок не накрываю, грибок должен, в принципе, дышать, поэтому я не накрываю ни марлечкой, ни крышкой, ну, я просто беру и пластмассовой ложечкой, то, что я уже сделала ранее, снимаю верхушечку, и потом свободно начинаю процеживать грибок, отделяю грибок от кефира. Масса должна быть густая, посмотрите, какая она густая идет. До появления грибка. Вот появляется масса грибка, и я оставляю в банке. Видите, даже иногда нужна помощь ложки для того, чтобы процедить этот кефир. Если вы начнете пить этот кефир, поверьте мне, в магазинах против этого кефира будет ничто. У меня семья уже в магазинах кефир не воспринимает. Так что... Остатки не влезают. Поскольку я очень много из грибка готовлю и добавляю, поэтому я делаю, в общем-то, на 2 литра молока. Вот. Но могу сказать вам маленький секрет. Для того, чтобы его часто не менять, потому что он, в принципе, в течение 24 часов готовый. Я, когда увижу, что он готовый, то есть масса начинает отделяться от стекла, я помещаю его в холодильник на пару дней. На пару, на два, на три дня. Потому что в таком случае вам реже придется ходить в магазин и покупать молоко. Теперь у меня здесь стоят две емкости. Один контейнер я наполняю водой. Вы сейчас увидите, почему. И второй. Под небольшим напором я начинаю промывать эту баночку. И самое главное, как вы видите, вы обратите внимание, вот здесь растут новые грибки. Они прилипают к стенке посуды. Поэтому я стараюсь это промыть. Грибок. Не бойтесь грибок мыть руками. Вы должны его очень тщательно промыть, чтобы вода была чистая. Не бойтесь. Грибок должен быть тверденький. Если мягкий, значит он у вас начинает заболевать. Сейчас я вам покажу. Вот настоящий грибочек. Видите, как он хороший, тверденький, не мягенький. И вот эти маленькие грибочки, они прилипают к посудине. Промыла. Отсадила их в контейнер. Я ранее залила водой. Беру вторую баночку. Делаю то же самое. Лучше, чем руками вы грибок не промоете. Для того, чтобы у вас получился настоящий кефир, желательно в банку, в литровую банку, ложить 2, ну максимально 3 столовые ложки грибка. Если грибка будет очень много, у вас не получится кефир. Это будет какая-то кислая, даже не однородная. А напоминать массу кислого молока. Потому что он сворачивается, молоко сворачивается, кефир, вернее, извините. Все, я промыла. И отсадила, переложила его в контейнер. Здесь я дополнительно промываю его, грибочек свой, любимый. И теперь быстренько я мою в баночке. Препочитаю моющим средством. Просто споласкивать не получится. Кстати, если вы перемешаете сыворотку с грибком, то кефир будет очень кислый. А так он получается как бы как йогурт. Вкусный. И если туда особенно добавить фрукты, на блендере взбить. Так, 2 чистые баночки. Теперь я промываю быстренько грибок. Вода чистая, я убедилась в этот раз. В смысле, лишний раз. Видите, вода густой, слизи нет. Есть слизь, но он такая легкая. Примещаю его в баночки. Видите, нету. А то бывает такая густая слизь идет. Грибок очень красивый, хороший. Белый, белоснежный. Если он становится желтоватым, значит он болеет. Наливаю молоко. И теперь маленьким друшлагом проверяю. Дело в том, что старые грибки, они в единичном виде поднимаются наверх. Они, как говорится, уже отслужили нам. Вот, я их выбрасываю. А хороший грибок, не старый, нормальный грибок, он всегда будет снизу. Вот здесь еще один нашла. Все, и до следующего дня я оставляю примерно в такое же время. И поскольку я не уверена, что я использую весь этот кефир до завтрашнего дня, то я поставлю в холодильник на 3-4 дня. Также с этого кефира можно делать творог. Ставите, заливайте кефир в стеклянную банку. И на водяной, в кастрюле с водой ставите эту банку. И доводите до кипения. И тогда масса будет отделяться сыворотка внизу, творог наверху. И потом через марлечку процеживайте. Вот вам домашний, натуральный, без химикатов творог. Так, самое главное, что мне нравится в этом грибке. Дело в том, что в наше время очень многие дети, и мы, мы принимаем антибиотики. Так вот, вот этот грибок, чем цены? Он выводит антибиотики и тяжелые металлы с организма. Особенно, наверное, полезно для тех людей, кто еще и курит. Ну, на этом мой фильм закончился. Спасибо за ваше внимание. И удачи вам с грибком.